5 декабря 1941 года навсегда вошло в историю нашей страны, как одна из самых значимых дат Великой Отечественной войны. Это был переломный момент, когда советским войскам удалось выиграть битву под Москвой, не дать противнику войти в столицу. В пятницу на Аллее Славы города Видное в память об этой дате состоялось возложение цветов к вечному огню. 30 сентября началось наступление фашистских войск на столицу одного из крупнейших государств в мире. Именно здесь, под Москвой, гитлеровская армия столкнулась со всей силой советских солдат. Перед красноармейцами стояла самая важная задача – не дать завоевателю вторгнуться в сердце Советского Союза. И 5 декабря наша армия начала контрнаступления, которые послужили началом значительного поворота в ходе войны и истории в целом. Теперь отступать было нельзя, только вперед на Берлин. Сегодня очень мало остается участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Но мы должны знать, что до тех пор, пока жив хотя бы один участник или ветеран Великой Отечественной войны, история Великой Победы нашего района никогда не угаснет. Как бы ни старались новой историку в угоду другим странам переписать историю, но это не получится. Многие, кто сражался за нашу страну, не вернулись с войны. Но те, кто остался жить, поднимали государство с нуля и хранили память о том времени. Благодаря им мы помним о подвиге солдат, участвующих в Великой Отечественной войне. Наши ветераны не перестают доносить до молодых историю этих страшных лет. Они бывают в школах, библиотеках. Они рассказывают про годы войны, рассказывают истину. Связь поколения никогда не должна прерываться. Мы всегда должны помнить о том, какой подвиг совершили наши прадеды. И дай бог, чтобы никогда больше таких исторических, кровавых, очень ужасных событий не повторялось. Благо, чувство патриотизма не угасает в сердцах россиян. И не только люди старшего поколения помнят о подвиге участников Великой Отечественной войны. Но и молодежь интересуется событиями тех лет и уважает ветеранов. Почтят все это молодые. У меня и дочка, и внук, и правду. Все знают этот праздник. Все такие наши праздники. Трудно переоценить подвиг людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Они пережили невероятные муки ради мирного неба над головой. И сегодня мы говорим им спасибо. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.